Буквально год-полтора года назад на этом же месте совсем юные, неопытные молодые ребята давали клятву на верность Родине, принимая торжественную присягу. Время пролетело очень быстро, однако продуктивно. Юноши освоили навыки обращения с оружием, научились ходить строевым шагом, попробовали покорить небо, взмыв в воздухе с парашютом. Настал час сказать спасибо командирам и наставникам за науку и проститься с боевым знаменем части. Очень жаль, конечно, расставаться с друзьями, командирами, которые давали важные жизненные уроки, профессиональные уроки. Безусловно, расставаясь соединением, хочется выделить офицеров-наставников. Они, в свою очередь, с самого начала нам давали военные, так скажем, уроки. По давно сложившейся традиции на площади цеременялов состоялось честование наиболее отличившихся военнослужащих, проявивших себя в боевой подготовке. Момент волнительный вдвойне, потому что рядом в эти минуты самые близкие и дорогие люди. Поддержать дембелей приехали родители и друзья. Была и гордость по-своему, была боязнь, что можно с чем-то не справиться, потому что проблем всяких хватало, и чего-то, может быть, не подтянется, где-то что-то не дотянет. Но вроде бы все сложилось. Вот уже годик. Сегодня его забираем, сегодня он уже отслужил. Вроде бы все нормально. Эмоции, конечно, как у мамы. И плакать хочется, и ностальгия по-прошлому немножко есть. Вероятно, у него тоже стоит, улыбается пока, но это целый год назад. Ждем, радуемся. За время службы каждый из увольняемых в запас военнослужащих стал частью большой команды. Нашел здесь настоящих друзей, с которыми еще долго будет поддерживать отношения. Кто-то вернется на гражданку и станет специалистом в другой сфере, а кто-то продолжит дело офицеров-наставников и будет претендовать на погоны и звания в родной части. Сегодня они увидят своих родных, близких и войдут уже во взрослую жизнь, совсем совершенно другую, не ту, которая пришла сюда. Они стали настоящими мужчинами, настоящими десантниками, настоящими защитниками нашей Родины. Сюда они пришли еще мальчишками. Сейчас это уже совершенно другие люди, это уже взрослые, состоявшиеся граждане нашего государства. 377 молодых людей уже в ближайшие дни вернутся домой, где их заждались близкие и друзья. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.